Бренд КВН ушел из Украины, стал сугубо российским. А чем будет заполнено это пространство? Об этом Игорь Диденко и Сергей Лаврин. Клеба Тимошенко ожидает. Такой какой-то сразу въезд с уходом Брэда КВН. Бренд КВН не ушел из Украины. Я сразу поправлю. Бренд КВН легендарная игра, которая... Это международная игра. Международный союз КВН не ушел из Украины. Поэтому я бы хотел начать нашу пресс-конференцию с исправления ошибки модератора. Ничего страшного. Речь идет о том, что на протяжении уже последних нескольких лет, к сожалению... В районе пяти лет. Да, в районе пяти лет. С каждым годом становится все призрачнее и призрачнее. Перспектива для команд, какой из микрофонов ближе. Все призрачнее и призрачнее становится перспектива для молодых талантливых ребят, которые пытаются найти себя на сцене в области юмора. Связано это с тем, что последние несколько лет Александр Васильевич, ну скажем так, у него не получалось приезжать в Украину для проведения командных игр, быть ведущим, бессменным ведущим этой легендарной игры КВН. Сережка, улыбнись. Ты слишком серьезный. Я понимаю, что пребывание в Харьковском признанном инфоцентре предполагает некую серьезность, некую обстоятельность. Обстоятельности мы не исключаем. И серьезности не исключаем, но все равно мы люди, вышедшие из КВН. Поэтому говорить о том, что бренд КВН уходит из Украины, неправильно. Он не уходит из Украины. Он все больше с КВН возникает, к сожалению, вопросов. В частности, допустим, возникают вопросы, каким образом украинская команда в существующих политических и информационных реалиях, ну давайте называть вещи своими именами, каким образом украинская команда в существующих политических и медийных информационных реалиях может поехать в Москву, стать чемпионом? Ну, давайте честно ответим себе на этот вопрос. И несмотря на то, что украинские команды по-прежнему блестяще выступают, или выступали, сейчас как в этом сезоне будет непонятно, Это и сборная Днепропетровская, и Одесская команда, да, блестящие выступают, выступали в Москве, но вот какой-то уже начинает висеть злой рок над, даже не над украинскими командами КВН, и даже не над КВНом в Украине, это тоже неправильно сказать, злой рок над талантливыми украинцами, которые пытаются себя реализовать в сопредельном государстве. Ну давайте называть вещи своими именами. Именно поэтому на протяжении многих лет вот некие такие недосказанности. Есть ли украинский КВН? Да, он есть. Есть ли КВН на Украине как огромное движение, которое собирает огромное количество, повторюсь, талантливых ребят? Есть. Или мы сомневаемся в том, что в Украине есть талантливые ребята? Нет, мы не сомневаемся. Они должны быть как-то объединены, они должны найти себе возможность для реализации. Долгое время такой возможностью являлся и до сих пор для какого-то количества людей является КВН. Но вот перспективы этой реализации, они непонятны. Как сама цель любой команды попасть, естественно, на телевизионный экран. Играть в большой КВН и радовать своих болельщиков уже с телевизионного экрана. И на протяжении многих лет просто этой возможности нету команд попасть в телевизор. Вот. Тем самым как бы сама цель команды, которая собирается себя достичь каких-то высот, она становится все призрачнее и призрачнее. Да, ну тем более, допустим, говоря о высшей лиге АМИГ телевизионного КВН, который снимается в Москве, даже украинские команды, которые вошли в сезон, яркий пример Одесса, отказались продолжать сезон в связи с обстоятельствами, которые находятся за пределами дружного союза клуба веселых и находчивых. Назовем это так, для того, чтобы дипломатично описывать ситуацию. В связи с этим, поскольку количество талантовых людей у нас не уменьшается, а ниша не заполнена, абсолютно логично. И тут нужно отдать должное и смелости с одной стороны, и огромному ресурсу, который привлечен с другой стороны. Я говорю о телевизионном канале 1 плюс 1, я говорю о студии Квартал 95, которая, ну не побоявшись сложности ситуации, потому что говорить о том, что в нашей стране сейчас вот, что еще осталось делать? Только вот смеяться, да? Ну как бы больше реально заняться нечем. Абсолютно правильный посыл, смеемость значит не сдаемость, да? Украинцы всю жизнь славились умением с юмором подойти, юмористически описать, а более того, с ухмылкой, победителем выйти из ситуации. Яркий тому пример, в который можно обращаться, казаки пишут письмо турецкому султану. Да, именно поэтому должны появляться какие-то проекты, которые позволяют человеку улыбнуться, искренне улыбнуться, посмеяться над существующей ситуацией в стране и более того, посмеяться в конкурентной борьбе. Именно поэтому Лига Смеха это не просто телевизионный проект, это первый чемпионат Украины по юмору. То есть это своеобразное уже движение. Надеемся на это, что это будет... Ну тут, да, с одной стороны мы надеемся, потому что, ну как бы стартовал он просто телевизионным проектом, ну хотя нельзя сказать просто. Телевизионный проект, который стартует, ну вот на таких вот уже фундаментах, с одной стороны 1 плюс 1, со второй стороны студия Квартал 95. И крайне важно, и хочу на этом засорять эту украинскую увагу, обратить внимание о том, что творческое руководство этого проекта осуществляет бессменный капитан команды КВН ХАИ, наш добрый друг Андрей Петрович Чевурин, который долгие годы был главным редактором Лиги Александра Васильевича Маслякова. Директором Лиги, продюсером Лиги становится, на уме, Баруля, долгое время генеральный продюсер творческого объединения Александра Маслякова. Компания, они принимают решение несколько лет назад о том, что они хотят реализоваться творчески и все свои творческие планы реализовать в Украине. Они прекращают работу в творческом объединении АМИГ, приезжают в Украину и стартуют сразу несколькими, тфу-тфу-тфу, с божьей помощью, успешными проектами. Один из них, если вы обратили внимание, на телеканале ТЭД с кичком Краина У, который тоже собрал выходцев из КВН. И вот второй успешный масштабный проект вместе со студией Квартал 95, а точнее там не просто вместе, это единое уже ядро творческое, которое образовывается на территории Украины, образовалось. Стартует проект, первый чемпионат Украины по юмору, Лига смеха. К движению. Одновременно с высшей Лигой смеха, съемки которой происходят в разных городах Украины и трансляция на телеканале 1 плюс 1, стартуют Лиги 2-го дивизиона. Западная Лига в Ровном, Южная Лига в Одессе, Восточная Лига в Днепропетровске, Центральная Лига в Киеве и самая смешная, самая резонансная, Лига, которая окружена вниманием журналистов и телевизионных каналов, Слабожанская Лига смеха, город Харьков. Вот теперь уже все стало на свои места, теперь мы уже видим, что это действительно не просто телевизионный продукт студии Квартал 95 на канале 1 плюс 1, это действительно движение, которое, ну как нам кажется и потенциал к этому есть, должно подхватить знамя юмора в Украине, в рамках чемпионата Украины по юмору и помочь молодым талантливым ребятам реализовать себя в своих стремлениях быть лучшими в юморе, в своих стремлениях оказаться кумирами миллионов благодаря телевизору, телевизионному каналу 1 плюс 1. Расширенный ответ. Игорь, сразу уточнение. Скажите, пожалуйста, Слабожанская Лига смеха, север, город Харьков. Как это сочетается? Телевизионные, территориальные... Давайте разберем по словам. Кто против того, что Харьков это слабожанщина? Не против? Ну, это сложилось так исторически. Это слабожанский край. Да, слабожанский край. Почему север? Ну, в данном случае, если посмотреть на карту Украины, согласен, что никогда еще в жизни харьковчане не ощущали себя северянами, да? Ну, были северо-восток. Где-то так рядом. Но в региональном делении Лиг просто есть центральная в Киеве, южная в Отессе, восточная в Днепропетровске. С западная в Ровно. А вот дальше, давайте вместе с вами подскажите, может, она не север? Может, она... Ну, как ее правильно тогда звать? Ну, мы считаем, что это... Правильно назвать было северо-восток. Но это некрасиво. Мы претендовали, конечно, на название «Царская Лига Смеха». Да, лучшая Лига Смеха. Рассматривался еще вариант «Лучшая Лига Смеха». Наисмешнейшая Лига Смеха. Одним словом, среди деления, как это, территориально по карте Украины, среди городов, по которым распределены лиги, если не рассматривать центральный город Киев, то мы самое северное имеется в виду севернее Днепропетровска. Ну, понятно, что вы будете брать преимущества во всей Лиге Смеха. Единственное, объясните принцип проведения этих шоу. По каким критериям будут определяться победители? Кто будет в жюри? И будет ли жюри вообще? Какой яркий у нас сегодня модератор. Давай, Сереж, ну ты. Не, ну, естественно, жюри обязательно должно быть, поскольку здесь соревновательный процесс идет. То есть есть победители, есть проигравшие. Опять же, в сезон из тех команд, которые заявились, пойдут всего лишь 12 команд. 12 лучших команд, которые отберет жюри. Да, на сегодняшний день, чуть-чуть добавлю Сергея, статистика. На сегодняшний момент игра у нас, напоминаю, 27 апреля. Да, мы, как северяне, стартуем позже всех. Мы знаем, что на севере цветы расцветают позже остальных, но цветут дольше, ярче и гораздо красивее. Красивее. Весна смеха наступит в Харькове чуть позже. Но зато мы единственная Лига, которая проходит в таком прекрасном зале, в котором мы решили проводить. Здесь, благодаря поддержке огромного количества людей, задействованных в процессах, личная благодарность администрации, областной администрации, будем проходить, Лига будет проходить в зале Харьковского национального академического театра оперы балета «Нелысинка». Огромный, прекрасный зал, в котором мы хотим, с одной стороны, предоставить сразу возможность командам выступить на такой сцене. Это обязывает их к подготовке, потому что мы говорим, что все-таки КВН в прошлом и ныне Лига смеха – это аматорские соревнования. Это некое талант-шоу. Все равно это самодеятельность. Да, самодеятельность. На сегодняшний момент, к статистике, уже зарегистрировалось для участия 35 команд и по городам со всей территории Украины. Это не только Харькова, большое количество атлантовых и вятных харьковчан. Это и Одесса, это и Западная Украина, и Киевляне, и даже приезжают Черкассы, Кременчук. Практически вся Украина представлена. По географии 35 команд зарегистрировано для участия в открытии сезона. К сожалению, не все окажутся на сцене, но наша Лига носит в первую очередь учебный, воспитательный характер. Это некая стартовая площадка для команд, которая подготавливает материал для участия в телевизионном проекте канала «1.1». Теперь к драматургии. Сереж. Да. Да, 5 команд. Сцена, фестиваль, жюри. Да, сцена. Все начинается у нас с фестиваля, на котором будут жюри отбирать себе, так скажем, они будут выбирать для себя команды. То есть то, чего не было в принципе в КВН на фестивале, то, чего не было в КВН, не было такого. Даже тут не столько жюри, сколько играющий тренер. Играющий тренер, да. Потому что каждый член жюри – это своеобразный наставник команды. Он будет брать себе команду и с ней помогать им, помогать им в драматургии, помогать им в постановке, наверное, на сцене. И даже участвовать в их выступлениях, что является в принципе обязательным. То есть уже в сезоне, в одной восьмой финала, команды будут уже в выступлениях, команды будут принимать уже участие и сами их тренеры. Высшей лиги, мы уже прошли, кстати, съемки, мы ездили на съемки и открытие сезона был эфир. И одной восьмой успешной, одной восьмой, а пятого и одиннадцатого апреля, обратите внимание, на канале «1 плюс один» будет… Четвертого и одиннадцатого апреля. Четвертого, да? Четвертого и одиннадцатого апреля на «1 плюс один» будут эфиры. Играющие тренеры высшей лиги Сергей Сивоха, а там все легенды. Сергей Сивоха, легендарный КВНщик, Игорь Ласточкин, команда «Днепропетровск», Антон Ливник, дуэт имени Чехова, в свое время команда КВН «Аляска» и «Яблоко Кировоград». Телевизионная звезда Юи Гаргунов, телеведущий. Как это правильно сказать? Хип-хоп, я не знаю. Мозги звезда. Шоумен. Шоумен Потап. Шоумен Потап и единственная принцесса студии «Квартал-95» Елена Кравец. Они показали, как это может быть. То есть планка вот этого вот использования, использование неправильных слов, планка участия тренеров в выступлении команд уже заявлено в Одессе на съемках. Я был на съемках, я скажу, это круто. Это круто, когда с молодыми ребятами выходит состоявшаяся селебрити, состоявшаяся, ну если Сивоха, это вообще монстр юмора, и даже во время одного из выступлений Сергея Сивоха, я оставлю такую интригу, посмотрите эфир, некоторые сидящие в зале глыбы КВН опустили слезу. Да-да-да. Вот, потому что это что-то очень трогательное, это что-то очень классное, когда вместе с молодыми ребятами на сцене находятся глыбы, и, а им-то тоже очень хочется, потому что, я не знаю, как Сергей задержал, Сергей Анатольевич, им классно, они тоже соскучились по этому, поэтому Лига Смеха как площадка, которая с одной стороны дает возможность молодым реализоваться, а с другой стороны дает возможность состоявшимся юмористам не потерять уровень, подтверждать собственную планку всякий раз, это круто. Так что у нас, получается, сезон будет из пяти игр состоять, это фестиваль, одна восьмая, одна четвертая, полуфинал и финал. Может быть, летом мы подумаем, может быть, летом мы сделаем, высшая лига планирует проведение музыкального фестиваля, может быть, мы продумаем некий, ну просто, то ли я не знаю, как это может быть, то ли в рамках Дня молодежи, то ли в рамках Дня города, то ли просто одно из воскресений, такое юмористическое воскресенье, в котором соберем талантливые харьковские коллективы на какой-нибудь, на открытой площадке, просто на открытой площадке для такого летнего юмористического феста. Посмотрим. У вас уже есть подшифтная команда? Или вы будете ее как раз отбирать? А давай, наверное, скажем, кто у нас в жюри. В жюри, да. Потому что жюри уже, например, начали звонить и спрашивать, по каким критериям и как нужно будет оценка. Они уже волнуются. Они уже волнуются, потому что для них это новое, что я объясняю, что вам нужно будет отбирать. То есть мы вам не будем советовать, какие команды, что это на ваше усмотрение все. То есть понравилась команда, поднимаетесь, что вы отдаете голос этой команде. Что вы хотите. Если никто из жюри не поднялся и не отдал голос команде, значит она просто не проходит. Вот так. Так, жюри Слобожанской лиги КВН. Это самое звездное жюри. Самые лучшие люди будут сидеть в жюри самой лучшей лиги 2-го директора. Пока еще одно место в жюри у нас отводено под некого мистера Икс. Скажем так, пускай сохраним интригу. Но, тем не менее, уже официально заявлены следующие члены звездного жюри Слобожанской лиги КВН. Легендарный КВНщик. Человек с большой буквой Ч. Участник чемпиона высшей лиги КВН, команды КВН ХАИ образца 1995 года. Обладатель летнего кубка, обладателей кубка 1996 года. Участник всех. Шоумен. Всех международных игр. Шоумен, да. Всех сборных СМГ. Наш друг Глеб Тимошенко. Участник команды КВН сборная Харькова. Автор огромного количества юмористических сериалов. Харьковчанин Виталий Лисичкин. Далее у нас вот хотелось найти, кто же в городе Харькове может быть с одной стороны. Олицетворять. Да, олицетворять. С одной стороны, кто у нас в Харькове может быть нашим харьковским потапом. С одной стороны. С другой стороны, кто может в себе нести вот эту вот Божью искру оптимистического отношения к жизни. Олицетворять какую-то вот лучезарность, солнечность. И такой человек есть. Он наш хороший друг. Это исполнитель, участник, он голос, да? Нет. Х-фактора. Нет. Ну, неважно. Голос краин. Он нам важен как веселый... Шанс, по-моему. Да, как веселый харьковщанин, исполнитель легендарного хита Синьорита. Я влюблен. Да, господин Кварта. Он согласился. Уже волнуется. Вот он как раз очень сильно волнуется. Очень сильно волнуется. Перезванивая. Он говорит, я посмотрю обязательно эфир, я посмотрю, как это происходит. Так что он будет, наверное, самый подготовленный человек. Да, хотелось, чтобы в жюри был человек, который не когда-то был в КВН-е, или, скажем так, ну, слава будет, у тебя не подослышки с КВН-ом знакомы, кто-то, кто находится в КВН-е прямо сейчас. Таким членом жюри у нас является Дмитрий Сидоров. Дмитрий Сидоров это команда КВН Любимый город. Актер сериала 17+, с Кичкома, который ваши покорные слуги продюсирует и снимает в городе Харькове. Тоже еще одна приятная новость. И фронтмен, команды Любимый город, которая сейчас и держим кулачки, и принимает участие в высшей лиге, Лиге Смеха. И они уже четверти на лиге. И они, скажем так, не без нюансов, не без проявления всего спектра бойцовских качеств прошли одну восьмую и вышли в четверку. Пускай я скажу правду, но все равно поволноваться харьковчанам во время эфира придется, потому что на последних, на последних, на последних нотках мужского характера. Команда прошла в одну четвертую. Так, четыре человека названо пятым человеком. Сереж, давай, Алла, наверное. Объясни. Да. Алла, Алла. Да. Пятый человек у нас это представитель молодежного движения КВН, городская лига КВН, представляет нашу городскую лигу КВН, как бы осуществляет взаимосвязь КВН и Лиги Смеха. Это Алла Подкосова. Алла Подкосова. Да, Алла. Она руководит городской лига смеха в городе... Алла, человек, который на протяжении многих лет осуществляет, наверное, китоническую работу по подготовке, потому что, ну, мы же видим уже те команды, которые оказываются в телевизионном эфире, да, или там, в каких-то из эфиров, но все это начинается... Как это? Для того, чтобы в свое время сорвать колосок, нужно не просто посадить что-то в землю, а землю взрыхлить, удобрить, палить, следить, и это огромный объем. От сорняков освобождаться? Это же очень трудно. Это огромный объем работы, который проводится, и он должен проводиться, потому что, ну, нужно обеспечивать должный организационный и редакторский уровень на всех этапах, независимо от того, хотят играть в КВН в школе, хотят играть в КВН в институте, во дворе, или где должны быть где-то такие площадки созданы. Такие площадки существуют уже много лет в городе Харькове. Базовая из них сейчас находится в киноконцертном зале Украины и как бы... То есть городской центр молодежи. Курирует ею Алла. Она и шестой член жюри. Вот здесь мистер Икс. Шестой член жюри. Мы готовы обратиться к харьковчанам с предложением. Уважаемые харьковчане, в группе ВКонтакте сейчас существует группа Слобожанская Лига КВН. Давайте-ка вместе Слобожанская Лига Смеха. Да, Слобожанская Лига КВН это отдельная история. Слобожанская Лига Смеха. Итак, в группе Слобожанская Лига Смеха давайте-ка вместе с вами выберем, кто может стать, кто, на ваш взгляд, должен быть шестым членом звездного жюри Слобожанской Лиги Смеха. Это даже очень интересно. Это даже очень интересно. Очень интересно. Да, но одно, это должен быть не политический... Да, это должен быть... Это должны быть не политические деятели, это должен быть человек с чувством юмора, это должен быть человек, готовый оказаться на сцене вместе с молодыми ребятами для того, чтобы посмеяться над собой, пошутить над ситуацией и доставить удовольствие зрителям. Так, ждем. Ну как мы? Всего лишь на два вопроса отвечали, я уже 30 минут. Давайте я этот вопрос. Да, наконец-то, от журналистов, не от проплаченного модератора, а от журналистов. А у нас единственный журналист, который задает вопросы, а мы как? А, вот оно как у вас. Хорошо, сегодня мы принимаем условия другие. Технически, может, непонятно, линии региональные, как все будут проходить, там будут отборы, и потом она... Я понял, да, я сейчас объясню. Да, схема чемпионата Украины, давайте называть. Все это, это чемпионат Украины по юмору, название которому Лига Смеха. Схема чемпионата Украины, телевизионного чемпиана такая. Один раз в год до начала телевизионного сезона проводится фестиваль. В этом году фестиваль проходил в Одессе, Одесса понравилась, и участникам фестиваля и организаторам на фестивале принимало участие, это только в первый год. На секундочку. В районе 200 команд приехали, причем без ограничения жанра. Это могли быть и команды КВН, и просто творческие коллективы приезжали, и стендап-комики, то есть были люди, представляющие различные жанры юмора. Из 200 команд в ходе, по-моему, даже недели фестиваля, в ходе двух туров отбора, был окобран пул команд, приглашенных на гала-концерт. В гала-концерте приняло участие 18 команд. Я не ошибаюсь, да? 18 команд. И из 18 команд 6 членов жюри, а точнее не просто членов жюри, играющие тренеры звездного жюри, отобрали по 2 команды, которые они будут сопровождать в сезоне. Таким образом, в сезон телевизионный попало 12 команд. 12 команд, которые пройдут этапы 1-8, в ходе 1-8 сезона покинут 2 команды, 1-4, 1-2. Вот каким образом команды будут проходить четверку и половинку, пока непонятно, но редакторская группа, мы общаемся постоянно с редакторами высшей лиги, с Андреем, с Чингизом. Они настроены категорически для того, чтобы вернуть старый добрый формат, который был в свое время в КВН. В финале не фестивали с 45 смешных команд, а в финал выходят две команды. В финале будет противостояние. Вот такое вот. А что будет 27 числа? 27 числа мы собираем, вот зарегистрировалось у нас уже 35 команд. Теперь к вопросу, что происходит в лигах 2-го дивизиона. В лигах 2-го дивизиона это, по сути, учебные лиги, обучающие лиги, которые... Команда для того, чтобы развиваться, как и боксеру, нужно выходить на ринг, нужно тренироваться, велосипедисту нужно ездить, юмористам нужно выступать. Вот именно такие обучающие, ну я не знаю, то ли премьер, то ли второй дивизион, хотя неправильно, первый дивизион, это лиги, которые будут, с одной стороны, искать талантовых ребят, с другой стороны, максимально помочь им достичь уровня, который будет уже востребован на телевизионном фестивале высшей лиги в следующем году. То есть лиги, да. Им помогают, просто этим командам помогают ознакомиться с форматом игр. То есть это сложная вещь. То есть они должны будут приехать на фестиваль, например, в следующем году в Одессу, уже понимая, для чего они приезжают и с каким материалом нужно туда приехать, чтобы завоевать право выйти на сцену в галоконцерте. А еще, естественно, сама цель попасть в сезон. Вы знаете, мы здесь постоянно говорим, да, почему там скатываемся, не скатываемся, но в терминологии начинаем плавать. Дело в том, что Сергей Лаврик, бессменный ведущий Слобожанской лиги КВН, я в свое время был редактором Слобожанской лиги КВН, и Слобожанская лига КВН воспитывала чемпионов высшей лиги. Команда КВН Пятигорск, да, Семен Слепаков и же с ними вся эта, это трижды чемпион Слобожанской лиги КВН. Гарик Бирча, Антон Лирник, все эти ребята прошедшие, Андрей Молочный, да, ныне Андрей Яковлев, режиссер сватов легендарных, да, команда Дизель. Задача региональных лиг воспитывать команды, которые будут представлять себя достойно в высшей лиге смеха. А задача Слобожанской лиги смеха воспитать будущего чемпиона в высшей лиге смеха. Наша задача воспитать чемпиона, и вы знаете, в чем уникальность города Харькова? Дело в том, что удивителен харьковский зритель. Он с одной стороны, ну вот он безапелляционен и жесток, и это ярко видно на стадионе, да, забил гол, молодец, не забил, тут тебе прямым текстом говорят, как к тебе относятся. А с другой стороны, он имеет невероятное чувство вкуса к юмору, и он позволяет воспитывать вот тот уровень выступлений и поднимает ту планку юмора, которая потом ликвидна не только на, скажем так, региональном уровне, она ликвидна и потом, ну, была в свое время ликвидна и в высшей лиге в Москве. Да, пожалуйста, Никодим, вам слово. Проплаченный журналист Никодим, да. Ну, примите, как провокацию, ну, мы поняли, что ушли редакторы из Амика уже достаточно давно, а что это сотрудничество с Москвой, предполагали, с вами, пока... Сотрудничество... С Москвой. Кого? Допустим, с обожаткой руки Смеха и Калена, того, в котором, ну, грубо говоря, привыкли все, да, в котором руководит Александр Васильевич. Ну, вот прямого взаимодействия, ну, я не знаю, нужно ли его устраивать из города Харькова, оно прямое взаимодействие города Словожанской Лиги Смеха с творческим объединением АМИК, ну, я не знаю, нету. Ну, пока нет, во всяком случае. Да, насколько оно... Ну, это, давайте, как бы, зададим вопрос, а каким-то образом программа Рассмеши комиков взаимодействует с Камеди Клабом? А зачем взаимодействовать? Ну, и то, и то смешно, ну, да, а каким-то образом, не знаю, программа Камеди Вумен взаимодействует с чем-то у нас можно взаимодействовать? Да, с Камеди Баттл. Да, с Камеди Баттл. Или с Бритула Шоу. С Бритула Шоу. Это, давайте, ну, это, наверное, правильно, еще раз. Огромное количество команд, точнее, не так, практически все команды, которые сейчас вошли в Высшую Лигу Смеха на канале 1 плюс 1, выходцы из КВН. Так, как, впрочем, и все комики Камеди Клаба, выходцы из КВН, да, так, как, впрочем, ну, я не знаю, огромное количество депутатов Верховной Рады в прошлом, выходцы из Донецка. Не об этом-то речь. Да, да, я не об этом. Ну, это этап, это этап, да, который, ну, нельзя отрицать и говорить, вот это, там, никто никому ничего не благодарен. Нет, я абсолютно честно, то есть, ну... Мы искренне, мы состоялись как личности и как творческие личности, как единица коллектива команды КВН ХАИ, благодаря КВН, клубу веселых и находчивых, да, но мы говорим о том, что клуб веселых и находчивых, как международный союз КВНа, именно союз, некоторое время не выполнял объединяющие функции на территории Украины, я объяснил почему, да, по независимым от КВНщиков причинам. И в данном случае Лига Смеха это новый союз, национальный союз, украинский союз, первая попытка построения союза украинских юмористических коллективов. Есть ли у них взаимодействие с Москвой напрямую независимости, не обязательств, ну, за исключением, какие-то обязательства перед Всевышним, там, да, общечеловеческих, не убей, не укради и всякое такое пришлое. Никаких обязательств и клятв здесь нет. Чем мы связаны? Связаны благодарностью КВНу за то, что дал огромное количество людей, да, толчок, возможность реализоваться. Чтобы меня не обвиняли в приватизации вашего внимания. А мы сейчас вас и реприватизируем, реприватизируем. Ну, чисто формально, вот этот вопрос, что сегодня стартует и сколько попадут на сцену отобра? Так, сегодня... Стартовало 35 заявок, тех, которые заявили в своё желание участвовать. Из этих 35 команд будут отобраны, наверное, тоже, как и в Высшей Лиге Смеха в Киеве, то есть 18 команд, которые будут допущены уже на сцену Хатоба. К выступлению на сцене Хатоба. Из этих 18 команд будут отобраны 12 команд, которые пойдут в сезон. Войдут в сезон. У каждого члена жюри будет по две команды, которые он будет курировать. Вот так. Вы знаете, вот в своё время, да, оценивая работу Андрея Чавурина, видимую работу в КВН, все говорили, а, мы смотрели Чавурина, но он там сидит за компьютером. За компьютером сидит. Да, за компьютером оценки ставит. Это не то, что там видимая часть айсберга, это видимая часть снежинки на видимой части айсберга. На самом деле мы должны понимать, что за полуторачасовым юмористическим шоу, помимо таланта людей, выходящих на сцену, скрывается ещё огромный объём редакторской работы с аматорскими юмористическими коллективами. Поэтому мы говорим о том, что зарегистрировано 35 команд для игры в Слобожанской лиге смеха. Не все будут допущены на сцену, но с каждой из команды уже сейчас ведётся редакторская работа по отбору материала, по оказанию ребятам помощи в постановке каких-то идей, в поиске наиболее смешных решений, каких-то задумок и созданию того выступления, которому не могут порадовать, которому не могут порадовать с одной стороны харьковского зрителя, с другой стороны, ну, как бы не уронить планку, заявленную Лигой смеха, и уж тем более высокую планку ожиданий Слобожанской лиги смеха. Сегодня, да, идёт редакторская работа. Это не отбор, это работа с командами. Тут пока никакого соревнования нет. Ещё раз наполягаю на том, что задача Лиг 2-го дивизиона – воспитание команд, воспитание будущих чемпионов, а в воспитании… Обучение в школе не может состоять из одних экзаменов, друзья. Поэтому, если мы говорим о том, что у нас сегодня экзамен, нет, сегодня не экзамен. Сегодня просто идёт обучающий процесс, в рамках которого будут ставиться оценки, будут задаваться вопросы. А вот уже оценки – это уже своеобразный экзамен к тем, которые попадут, 18 командам, которые попадут. Кто здесь? Здравствуйте. Мега-мега-мега. Да, последний вопрос. Да, пожалуйста, последний вопрос. А почему? Всё, уже пора? Секундочку, у нас до 15-15 у нас время. Да, извините, давайте будем до правил. Последний вопрос. Последний вопрос. Да, если это реально, вы охватываете только Харьков, в Харьковской области или подхватите ещё талантливые команды и соседние команды? Слабожанщины. Да, уже было. Мы подхватываем. На сегодняшний день, давайте я просто перечислю географию сверху вниз, статистика. Да, сверху вниз идём по командам. Я даже не называю команды, просто 35. Харьков, 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 Полтава, Харьков, 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 Сумы, Полтава, Харьков, 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 Киев, Харьков, Лубны, Харьков, Харьков, Сумы, Николаев, Луганск, Сумы, Харьков, Кременчуг, Кременчуг, Харьков, Кировоград, Хмельницкий, Николаев, Одесса, Харьков. Вот я перечислил города. Это небольшой секретный код, разгадав который вы поймете, правильный ответ на этот вопрос. Кто же будет в финале? Название команды из Луганска символичное. Бежим-бежим. Лига смеха, как национальный юмористический продукт, как первый чемпионат Украины по юмору, готова сплотить всех украинцев, независимо от статуса временно оккупированных территорий. То есть если приезжать, приезжать, это да. Поэтому принимают участие и ребята из Крыма, и из Донецка, и из Луганска, потому что все это Украина. Или кто-то в этом сомневается. Смеемся, значит не сдаемся. Да, смеемся, значит не сдаемся. И заключительный вопрос к Глебу, как к председателю жюри. На что будет обращать пристальное внимание председатель жюри при оценке выступления команды? На внешний вид. Прекрасно. Я считаю, это правильно. Как к председателю жюри будут обращать на внешний вид? И безусловно, потому что внешний вид всегда говорит о внутреннем содержании. Если команда выглядит плохо, то есть внутри у них не все хорошо. Вот что они, этой уже никто не носит, да? Мы будем... Как можно выйти с таким приветствием в этих пуговицах? Ай, тебе нахладные карманы. Ай, тебе нахладные карманы. Позорище. Ладно, ладно. Нужно никто смотреть не будет и тоже смеяться. Вышли, вот, я открываю. Не-не-не-не, обязательно. Надо больше... Друзья, будет несколько интриг. Мы говорим интрига, кто будет шестым членом жюри. Интрига, кто выйдет в сезон. Интрига, как поведут себе члены жюри при выборе команд, которые они готовы сопровождать. Да, интрига. Интрига, кто окажется на сцене. Помимо команд, которые входят в сезон, мы еще обещаем звездное выступление. Вот, да. И интрига, в принципе, растянутая во времени. Каким выйдет первый чемпионат Украины по юмору на канале 1 плюс 1, Лига Смеха? Потому что помимо традиционных выступлений, там еще есть очень прикольные фишки, которых в принципе не было в КВН. Интересно, да. Сам по себе интересно. Фишки, так называемые батлы юмористические, поэтому исход поединка решается не только заготовленным выступлением, но и импровизация на сцене. Благодаря батлу команда КВН «Любимый город» и прорвалась в одну четвертую. Если бы не батл, неизвестно, как бы разложилась карта. Кроме того, два капитана команда. Два капитана. Именно из-за того, что они очень хорошо симпровизировали. И они попали тогда в сезон на самом фестивале. Смешной человек должен быть смешной всегда. А какой будет Слобожанская Лиги Смеха, помимо того, что она будет самой смешной, самой лучшей, воспитая будущего чемпиона, во многом зависит от целого фактора сейчас, как говорим, воспитания гражданского общества, как осветят все это журналисты. Поэтому просьба помочь в освещении стартует новый проект, он требует поддержки максимальной, продвижения, рассказа об этом проекте. Каким образом харьковский зритель отнесется к этому проекту, мы искренне приглашаем всех 27 апреля в уютность. Зал Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенков. В 19.00 начало. Это понедельник. Такой день немножко непонятный, но понедельник, чтобы неделя началась с хорошего. Сразу после праздников. Кто не попадет в зал, где можно вас будет вас смотреть? На крыше. Кто не попадет в зал, кто не попадет в зал, попадайте. Мы приходите в зал. Мне нравится такой вариант. Приходите в зал. Кто не попадет в зал, обещаем максимально объективно освещать все происходящее в сетях ВКонтакте, Слобожанская лига смеха, группа «Присоединяйтесь». И, естественно, самое главное, все будет зависеть от тех ребят, которые окажутся на сцене. Соответственно, от их таланта, от того, каким образом они будут работать с редакторской группой, и от того, каким образом звезды станут. А попасть в зал нужно обязательно, потому что атмосфера, которая царит внутри зала, она категорически отличается от того, когда ты смотришь под телевизором. Просто не передаст. В зале не ограничены. В зале немножко другое будет. Абсолютно другое. И искренне рекомендуем попасть в зал. Попадайте в зал. Это атмосфера. Пока ничто не может помешать вам это сделать. К сожалению, сидели бы и сидели бы, с вами говорили бы и говорили бы, но, увы, нам нужно лететь на следующую пресс-конференцию. Все, всего доброго. Сейчас у нас самолет виние. Самолет виние.